Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях бизнес-тренер Денис Чанов. Денис, здравствуйте! Добрый день! Денис, вы приехали в Чебоксары, чтобы научить наших производителей, как нужно правильно продвигать свой товар на рынке. Я так понимаю? Ну да, это моя основная специализация. Я, в принципе, разрабатываю вместе с вашими производителями или вообще производителями в России программу по продвижению их товаров и услуг. То есть это какой-то научный подход к тому, что, в принципе, было и раньше? В принципе, раньше у нас была ситуация, когда каждый человек мог из головы или скопировать что-то на Западе, или скопировать какую-то успешную продукцию. Но все, что можно было скопировать, уже скопировано. Китайцы выпускают быстрее, чем мы успели придумать, успели скопировать. Соответственно, на сегодняшний день нужно чуть-чуть поглубже копать, как когда-то Эдисон, создавать лампочки. Он использовал, так называемый, научный подход к работе. То есть вы предполагаете, что есть некоторое количество гипотез, почему ваш товар или услуга будет покупаться потребителем. Наблюдаете за потребителем, смотрите, как он покупает прямо на полке. Вы ходите прямо к своим полкам в магазин и смотрите. Вот он идет творожки и покупает. Отрывает пакет, начинает накладывать в этот пакет для себя, для сына, для дочки. Мы видим, что это метр этих творожков. Мы можем продлить еще на 30 сантиметров и положить, например, какие-то творожки для вкуса. Надо ли делать эту партию? Мой ответ – нет. Надо проверить. Проверить, сделав пробную упаковку и положив тех же самых дополнительных. И встать за потребителем с камерой. Ну, понаблюдать за ним чуть-чуть. Если эта гипотеза верна, что он еще 30 сантиметров в творожков копит, то вы будете продавать на 30% больше. То есть это так называемая технология, ну, наверное, технология запуска новых каких-то продуктов, новых товаров. Новых продуктов, новых товаров, новых услуг. Ну, на самом деле, для нас, россиян, здесь ничего нового нет. Это метод достаточно давно известный. В технических крудах это всегда назывался, там, физико-технических крудах, научный подход. В креативных кругах это назывался дизайн-подход, когда вы наблюдаете за изменением объекта, наблюдаете за тем, как человек живет. И пытаетесь внести в эту жизнь некоторые коррективы, некоторые улучшения для улучшения жизни человека. Архитектура так работает. То есть, в принципе, на сегодняшний день просто вот эти правильные вещи начинают потихонечку приживаться в бизнесе. Чтобы не каждый раз из головы доставать из своих переживаний, из своих чувств. А что же я в следующий, там, месяц, год выпущу для товаров. Нет, надо просто разговаривать с потребителями. Потребители вам скажут, что они хотят. Надо наблюдать за ними. И тогда у вас, в принципе, будут появляться продукты не хуже, чем Apple, не хуже, чем Samsung, не хуже, чем... То есть, сами потребители подскажут, какой товар нужно запустить в ближайшее время? Своим поведением. Не просто они никто не расскажет. Они не знают о том, что они хотят. Но если они увидят некоторую модель, за которой потянется рука, и вы увидите, почему эта рука потянулась, тогда вы получите ответ. Важно, мы не выпускаем больших пробных партий. Ни в коем случае этого делать не нужно. Вы в рамках пятидневного цикла разработки новых идей нарабатываете некоторое количество новых идей, делаете пробные образцы. Ну, сколько там стоит, я не знаю, горсть творожков упаковать в новый вариант упаковки? Нисколько. Понаблюдать нисколько. Ну, вот там, 3000 рублей вам будет стоить этот эксперимент. Если у вас таких экспериментов наберется 10-30 тысяч рублей, за 30 тысяч рублей вы точно найдете товар, лидер, лидер по спросу и так далее. Это может быть в разных областях, в разных направлениях вашей деятельности. Но не заниматься этим, это, в принципе, ну, если ты не бежишь быстрее остальных, то ты отстаешь. То есть, современный производитель должен этим заниматься, чтобы как-то предугадывать желания потребителя? Вы еще упомянули такой термин, как самопродающиеся товары. Да, соответственно, естественно, на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что бренд ничто уже. То есть, люди, в принципе, им поровну, чтобы потреблять там домик в деревне или там еще непонятно какие бренды. Они в считанные секунды находят в интернете какой-то товар или продукт, сразу же узнают его технические отзывы. Абсолютно верно. То есть, на сегодняшний день значимость тех предыдущих маркетинговых решений, коммуникационных, вот этот вот фантик, он теряется. А больше становится суть, в чем есть инновации в продукте или в услуге, в чем есть изменения, в чем есть улучшение жизни. И продукты, которые действительно начинают улучшать жизнь потребителя, жизнь клиента, это не обязательно потребитель, это может быть и бизнес-то бизнес. То есть, если вы, например, берете горнодобывающую промышленность, у вас есть вариант отгрузить шагающий экскаватор, у вас есть вариант продать этот шагающий экскаватор в лизинг, и у вас есть вариант продать работу этого шагающего экскаватора. Вот, пожалуйста, изменения. То есть, у вас есть, если вы просто продаете, вы будете года продавать этот шагающий экскаватор, потому что его один раз продал, и 50 лет отдыхаешь. Больше он никому, ну, то есть, той организации, которая его купила уже. А если вы эксплуатируете, то у вас есть работа каждый день. Сейчас сроки службы многих продуктов, товаров, они сокращаются? Вы знаете, это, с одной стороны, вроде бы есть такой расхожий миф, с другой стороны, это действительно многое техника усложняется, то есть, это не так, чтобы там осознанно, вот. Но сознательное встраивание каких-либо инструментов ограничения приводит в конечном итоге к тому, что люди сбегают от таких товаров и услуг. Ну, вспомним, например, какие-то социальные сети, которые существовали до Фейсбука, да, они что, они ограничивали возможность выйти своего члена сообщества за рамки этого социального сообщества. То есть, ты нажимаешь, хочешь пойти по ссылке, которая там тебе рекомендует, а тебе 15 раз говорят, нет, вы сейчас покинете нашу зону, ни в коем случае. Фейсбук сказал, нет, вы просто заходите к нам, просто хотите уходить, хотите не уходить. То есть, все искусственные ограничения, ограничения границ, ограничения таможенные и так далее, они всегда приводят к ухудшению качества жизни потребителя, и потребители от этого голосуют ногами. Вот, поэтому, если какой-то станок начинает работать не 15 лет, а 5, то, в принципе, ну, я бы, на самом деле, сразу прописывал бы гарантийные сроки, что он до 15 лет доживет. Ну, там, может быть, технологии уже улучшатся, поэтому 5 лет ставят. Давайте скажем так, почему, например, Хиндай в Америке, после того, как он продлил гарантию до 5 лет, начал продаваться как номер один. То есть, когда все попытались схитрить, облапошить потребителя 5 лет, да 5 лет мне так машина наскучит, что я там выйти буду от нее, но она гарантированно ремонтируется. Срок службы гораздо дольше. Срок службы гораздо дольше. То есть, да, вводить новые какие-то желания попользоваться чем-то новым, чем-то необычным, в принципе, да, вокруг этого технология модного бизнеса работает, да. То есть, это тоже не какое-то новое открытие, соответственно, почему мы там хотим свои гаджеты поменять раз в 3-5 лет. Ну, я так могу сказать, что по динамике, ну, мне когда-то приходилось участвовать в запуске продаж в России телефонов Siemens Mobile, я могу сказать, что если когда-то это было там раз в полгода замена аппарата у первых пользователей, то на сегодняшний день телефон там 3 года находится у тебя в эксплуатации, ты не бежишь менять его на новый. Ты не знаешь, ради чего его надо менять на новый. И поэтому на сегодняшний день эта отрасль стагнировать потихонечку начала. То есть, поэтому в этой отрасли там, если мы раньше на слуху у нас были там Евросейц, связной, там еще какие-то бренды на сегодняшний день, это одни из магазинов, одни из хороших сложившихся сетей. Но они не могут похвастаться, что каждый день они открывают 15 новых точек. Денис, замечательно. Поговорили вот про теорию, может быть, да, такие общие какие-то понятия. Что, чем может быть полезна вот эта методика для производителей в Чувашии? У нас, в принципе, нет таких крупных концернов. Концернов у нас в основном агро-лёгкая. Это вы думаете, что у вас нет крупных концернов. На самом-то деле весь крупный бизнес германский, мы его название просто не знаем. Просто любая компания, ну, чуть-чуть надо встать на ситуацию и сказать, мы большие, мы гордые, мы знаем. Поэтому я встречаюсь с этими людьми и, на самом деле, первое, что мне приходится как врачу, вселять в пациента уверенность. Просто поймите, на самом деле мы можем делать все, что могут делать в любой другой стране мира. И здесь необходимо просто применять, ну, вот эти правильные методики, правильные шаги. Да, ведь, скажем так, те же самые врачи, русские, которые уезжают в Германию, становятся светилами. Вот ровно такая же самая ситуация. То есть, когда российский бизнес попадет в правильную технологическую цепочку, в правильное понимание, как необходимо работать, когда начнут работать. Ну, что переживать, на самом деле, нашему бизнесу 15-20 лет. Денис, хорошо, тогда поглубже, ну, вернее, не поглубже, а более конкретно. Вот уже не первый год, там, 10-20 лет, да, все переживают, что китайский трикотаж, там, китайская одежда, китайская обувь на наших рынках продается гораздо лучше, чем, может быть, гораздо лучше по качеству. Но местная одежда, местный трикотаж. Она дороже. Как в таком случае поступать нашим производителям? А если невозможно? Находить пути, инновации и так далее. Шить в Китае, продавать здесь? Ну, вы знаете, на самом деле, я много работаю с, в том числе, с людьми, которые осуществляют логистику из Китая, товаров и услуг. На сегодняшний день, де-факто, ну, у меня брат, например, этим занимается, де-факто уже 30% это было два года назад, то, что они делали здесь, на российских мощностях. А сейчас у них план 50-70% садово-огородного инструмента делают здесь. Логистика убивает. Логистика. Ну, доставка. Проще. Доставка из Китая, время, отсрочка платежа и так далее. Она убивает то превосходство стоимости, которое могут на сегодняшний день дать в Китае. Плюс еще наша таможня, когда, вернее, захочет, не захочет, НДС и так далее. Да, дальше. Это мы не первые, на самом деле, с этим столкнулись. На сегодняшний день тотальный идет возврат производства в Америке. Производство айфонов вернулось в Америку. Производство макбуков вернулось. Производство гуглфонов вернулось в Америку. То есть, почему? Потому что оказалось, что это быстрее до потребителя довести. Не надо создавать большие партии, консолидировать их в большие контейнеры, везти. А вдруг это еще не распродастся. То есть, шутки про филиппинских мальчиков, которые за производство кроссовок получают 2 доллара в час, это уже, можно сказать, в прошлом. Буквально месяц назад Билл Гейтс, известный меценат, опубликовал доклад. Бедности на земном шаре как проблема закрыта. Закрыта. Последний материк, на котором жили действительно бедно, это была Африка. Туда, после нашего ухода и ухода Америки, сильно ворвался Китай. И он использует эту территорию как некая имперская ботчина. И, соответственно, он там поднимает производство. Он там поднимает добычу полезных ископаемых. Там 1 миллиард человек живет в этой Африке. Соответственно, вот связка. То есть, мы-то думаем, что Китай в связке с Америкой нас победит, а Китай в связке с Африкой это еще посильнее будет. Там люди не полностью еще обеспечены всем. Китай еще находится в полуфеодальном состоянии. Ну, нам переживать не надо. У нас, на самом деле, с переходом к шестому технологическому переделу, да, то есть на сегодняшний день, вот мы вроде бы переживаем. Нам не хватает хороших рабочих, хороших инженеров. Нет такой проблемы. На сегодняшний день у меня нет секретаря. На сегодняшний день я отказался от многих лишних рук, которые там меня окружали там 3-5-7 лет назад. Почему? Не надо. У нас есть уже инструменты, которые позволяют вам руководить, организовывать работу, запускать производство. Меньшим количеством людей. Там, где на заводе требовалось 25 тысяч человек на Чебоксарском тракторе, на сегодняшний день сколько человек? Две с половиной тысячи. И я думаю, что это не предел. Предел это, когда будет просоваться генеральный директор завода, вставать, выходить из своей фазенда, нажимать на кнопку и уходить дальше спать. Это правда. А что же тогда людям-то делать? В бизнес уйти, производствовать и создавать что-то? Очень хорошо. Пусть будет 16 минут. Значит, что делать людям? Дайте еще раз вопрос задам. Что делать людям, которых сократили? Им в бизнес уходить, им что-то производить нужно? Как им жить-то дальше? Значит, этот вопрос каждый раз, каждый лет 50 возникает. А что же делать дальше, когда появились машины, а лошадей надо убивать? А что же делать дальше, когда в сельском хозяйстве остается только 3% населения? Вместо 70%. Люди умные, они адаптируются, они найдут, как друг другу помогать. Расцветет больше будет телевидение, больше будет каких-то удовольствий человек получать от жизни. За счет чего он будет жить? Денежку-то где брать? Не производя ничего, мы же не сможем получить... Производить надо. Но производить надо роботов, которые будут производить продукты питания и производить для нас средства. Мы опять-таки не должны ничего изобретать. Американцы же не просто так переносят на свою землю. Они перевозят туда и ставят современнейшие технологии, где роботы выполняют основные функции. Три смены в день, 24 часа, 7 дней в неделю, не выключаясь. И да, они привозят, но у них не хватает рабочего персонала, они привозят рабочий персонал из Латинской Америки, из Мексики и так далее. Но при этом они обучили 300 тысяч инженеров. Потому что на каждого 10 человек работников нужен один инженер. Вот, пожалуйста, вот вам где инженер нужен. То есть хороший выход? Конечно, это хороший выход. И для наших инженеров, опять же. Россия еще есть, что благоустраивать. Мы не Европа. Маленькая, компактная Европа, где, в принципе, все уже есть. Россия, она большая. И обустраивать ее есть где. Соответственно, правильно просто заточить себя на это обустройство. Создавать по-новому. Находить новые подходы к финансированию. В конце концов, вот вчера мы обсуждали некоторые проекты с малым торговым бизнесом, средним торговым бизнесом. И говорим, ну хорошо, не дают деньги в банке. А почему бы не сделать так, что вот есть 10 частных предпринимателей. И касса взаимопомощи. Давайте соберемся по 100 тысяч каждый. И это уже 1 миллион. И сначала одному отремонтируем. С выручки второму отремонтируем. Третьему отремонтируем. Подбрасывая монетку каждому постепенно. Денежа, доверие нужно. Ведь не каждый может довериться. Нужно. А опять-таки возвращаемся к тому, что 30% будет этой идеей интересной. 30% вас будут ненавидеть. 30% к этой идее безразличны. 10% вообще по голове могут ударить. Мы не можем быть всегда милыми всем. Но те, кто соберутся вместе, как кооператив «Валю» в Финляндии. Как кооператив «Нокия». «Валю» – молочное производство. А «Нокия» создавалось как лесное производство. Потом делали шины для автомобилей. Потом делали телевизоры. Потом делали телефоны. Как они договорились? Как 8 тысяч производителей молока договорились друг с другом? Чем финны отличаются от россиян? Чем вы находитесь на границе с угрофинскими народами? Наверняка здесь тоже есть. Это одна ментальность. Это одно подход. Да, мы все всегда сбегали от начальника. То есть по степному пути, где то татары пройдут, то русские продавят цари. Мы поближе к лесам, поближе к Волге, за Волгу убегали от начальства. Но в принципе, когда-то надо встать на своей земле и сказать, мне дальше бежать некуда, дальше холодно. Спасибо большое, Денис, за интересную беседу. Надеюсь, что дальше бежать будет некуда очень многим производителям, которые вас послушают. Может быть, вас примут, как-то ваши идеи. Спасибо, что пришли. Напомню, что сегодня у нас в программе «По существу» был бизнес-тренер Денис Чанов. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...